Напоминаю про свой Телеграм, именно там все новости, обсуждение того, что происходит. А самое главное, вне зависимости от судьбы Ютуба, именно в Телеграме будут появляться новые видео. Переходите по ссылке в описании, чтобы не потеряться. Привет, просветители! Под прошлым роликом много лайков набрал комментарий с просьбой снять что-нибудь школьное. А как там, образование-то в России поживает. Отлично! Это, пожалуй, все, что я могу без каких-либо опасений сказать с учетом разговоров о фейках, врагах народа, пятой колонне, сроках, штрафах, фейках. О них стоит дважды упомянуть. Поэтому давайте поговорим о последних новостях образования исключительно с положительной стороны. Ваш недельный доз позитива. Начнем, пожалуй, с патриотических мероприятий, которые проходили практически в каждой школе страны. И, похоже, во многих детских садиках. Эти фотографии мы еще на прошлой неделе у меня в Телеграме обсуждали. Где-то дети стоят в полный рост, где-то на коленях. Я, честно говоря, не знаю, кто решил, что подобные фотографии с колен поднимают патриотизм и вызывают какие-то положительные эмоции. Но не стоит забывать, что это может быть фейк. Тогда это, конечно, неправильно. Если же это настоящий снимок и все всем довольны, то ок. Кто-то пошел дальше и решил изобразить вот это детьми на снегу. Но, опять же, если это фейк, осуждаем. Конечно, горячие головы могут вспомнить что-нибудь про дети вне политики. В прошлом году по этому поводу все очень переживали. Разговоры всем известных чиновников о политической педофилии. Но у меня для вас один ответ. Вы не понимаете это другое. Почему? Спрашивайте не у меня. В прошлом году я рассказывал вам о ситуации в Царстане. Дети двух поселков выстроились на снегу, составив слово «школа», чтобы привлечь внимание чиновников на нехватку учебных заведений в шаговой доступности. Какова была реакция на подобное видео? В прокуратуре посчитали неприемлемым вовлечение детей в подобную акцию и решили начать проверку в отношении родителей. Люди просили о школе, участие детей не одобрили. Сейчас другое. Немного реального позитива для школьников. А, не натужного. Я постараюсь. 1 марта РИА Новости рапортовала, что в этом году всероссийские проверочные работы напишут более 7 миллионов российских школьников. Все идет по плану. Затем стала появляться информация, что в некоторых регионах страны ВПР перенесли на осень. Причины? Ну, в фейковых новостях. Школам предписали экономить бумагу и картриджи для принтеров, чтобы хватило на ЕГЭ и ОГЭ. Якобы в стране дефицит. Чиновники эту информацию не подтвердили. Пресс-секретарь комитета по образованию Санкт-Петербурга Лариса Кузьмина рассказала, что сейчас в школах начались рутинные проверки расходных материалов и оборудования перед экзаменами. Проблем с бумагой при этом нет. Также Кузьмина заявила, что ВПР не могут быть приостановлены или перенесены по решению одного региона. И сослалась на Рособорнадзор, который не давал приписаний на эту тему. Потом, правда, прилетели новости из Бурятии. Напомню, это регион России, где ВПР перенесли на осень. Опять же, тут же потекли фейки о проблемах с бумагой. Валерий Позняков заявил, «Сегодня от Минпросвещения РФ поступила информация о переносе всероссийских проверочных работ на осенний период. Это связано прежде всего с изменением формата проведения ВПР. Подготовка к проведению ВПР была заранее осуществлена в полном объеме. Закуплены все необходимые материалы, в том числе и бумага. Поэтому слухи о ее дефиците являются необоснованными и неподтвержденными». Значит, все же фейки. Просто формат изменили. Но не все так просто. Глава Рособорнадзора буквально на следующий день называет новую причину переноса. Никогда не догадаетесь. Ковид. Именно сейчас, когда в московском метро можно не носить маски. Если что, небольшое уточнение. В метро у нас много народу. Очень много. Но ограничения сняли. А вот ВПР из-за ковида перенесли. «Всероссийские проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей – школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры». В общем, ЕГЭ и ОГЭ по расписанию пока, а ВПР только осенью. Пандемия. Я всегда считал, что брать из образования других стран лучшие моменты – это здорово. Иное дело, что понимать под этими лучшими моментами. Когда-то на внеклассном мероприятии мы с детьми обсуждали, чтобы мы позаимствовали из американской школы. И они и я понимали, что эти изменения к нам вряд ли придут. Как мы ошибались. Я думаю, вряд ли кого-то удивит, что школьники в первую очередь ориентировались на сериалы. У них там у каждого свой шкафчик. И русскоязычных блогеров из Америки, которые рассказывают о своей новой школьной жизни в Штатах. Кроме уже упомянутых шкафчиков, вниманию достоились кафетерии, спортзалы, возможность составлять свое расписание. Уровень материальной базы кабинетов, большое количество спортивных команд, автобусы. В общем, думаю, этот список вряд ли кого-то удивил. И вот на прошлой неделе бывший министр культуры Владимир Мединский поделился своим видением. По какому принципу мы решаем, что заимствовать из недружественной страны, мне точно не понять. То постоянно все западное осуждается, а то раз в Америке так, значит и нам можно. При этом на другие вещи этот принцип не распространяется. Хотя опять же, спорт, шкафчики, разнообразие факультативов, это все плюс-минус материальное. А вот молитва по утрам явно повысит уровень духовности. И патриотизма. На раз-два. Ну или на три. Как отреагировало министерство просвещения? Попытайтесь угадать. Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения. Министерство готово обсудить предложение о введении в школах воспевания России и ее государственных символов с экспертным советом, заявили в ведомстве. Я, честно говоря, даже удивлен. Готовы обсудить? Хотя им предложили буквально сегодня вводить. А мы на этом канале неоднократно говорили, как обычно поступает в министерство просвещения, когда получает предложение сверху. Правда, обычно от президента. Возможно, именно поэтому школьники еще по утрам и не молятся. Но ничего, все впереди. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Ну и еще раз, конечно же, напоминаю про свой телеграм. Давайте попытаемся не потеряться. А я очень надеюсь, что вы сейчас находитесь в безопасности. И с вами все хорошо. До встречи.